Каждый из этих людей – лидер в своей сфере. Неравнодушные жители Щелковского района от корыта поднимают действительно актуальные проблемы. В этом залог успеха так называемой идеологии лидерства, озвученной губернатором региона два года назад. Форум с говорящим названием проходит в регионе уже в 29-й раз. Однако для Щелковского района опыт совершенно новый. Так, в зале универсального спорткомплекса Подмосковья представители инициативной общественности района, регионального правительства Московской областной думы и районных властей обсудили вопросы, которые необходимо решать, чтобы вывести регион в лидеры. Главный замысел этих форумов в том, чтобы на этой площадке мы смогли бы лицом к лицу обсудить какие-то очень актуальные проблемы. Особенно актуальные проблемы для этой территории. Сегодня, когда мы говорим о консолидации и командной работе, мы имеем в виду не команду сотрудников администрации, а взаимодействие муниципальных работников, общественности, бизнеса. Щелковский район может и должен стать лучшим Подмосковью. У нашего края огромный потенциал. Поэтому вперед, коллеги, к победе! Пусть мы поможем друг другу и нашему обществу, а общество поможет нам. У нас будут результаты, которых мы хотим добиться. Житель всегда прав. Один из важнейших принципов идеологии лидерства. Именно жители Щелковского района задавали тон на форуме. Одним из первых прозвучал вопрос по проблеме вторых смен в учреждениях образования. Прорыв в этом плане наметился в микрорайоне Солнечный и деревне Медвежье озера. Там будут возводиться новая школа и пристройка к уже существующему учреждению образования. Однако это лишь начало. Так в школе номер 11 во второй половине дня учатся более 50% ребят. Обязательства по созданию пристройки взяла на себя компания «Инвестор». Однако точные сроки реализации проекта пока неизвестны. Нам очень давно обещают пристройку к нашей школе. Но уверенности, что действительно построить у нас нет. Бизнес не отказывается от своих обязательств. Не отказывается. Только по срокам он немножко отстает. На данный момент он решает кредитную линию для себя. Как только она пойдет, он первый транш 80 миллионов перечислить бюджет на преступных строительских пристройках. Множество вопросов, как обычно, была отмечена и сфера здравоохранения. Общественность интересовала развитие специализированных отделений в детских медучреждениях. По словам представителей Министерства здравоохранения, новые горизонты в этом плане откроет перинатальный центр, который сейчас возводится в Щелкове. Также жители предложили решать проблему нагрузки на медучреждения за счет офисов врачей общей практики. Мы уже стали здесь поставить кабинеты врачей общей практики открывать. Хотелось бы их больше открыть, потому что планировалось в рамке открыть, планировалось в микрорайоне солнечном еще открыть. Снизило бы вот это напряжение еще в поликлиниках. В Богородском, значит, в декабре месяце мы открываем офис врача общей практики. Помещение уже выделено. То есть первичная помощь и работа, помещение для работы выездной группы узких специалистов, о чем мы сейчас говорили, будет там обеспечено. Действительно народ видит друг друга, и нет разобщения, и смотришь друг другу в глаза и видишь, что действительно есть какое-то взаимопонимание в этом. Это действительно нужен форум, и это очень хорошо. Обсудили на форуме тему пробок на дорогах, одну из самых болезненных, и не только для города Щелково. Через наш поселок, поскольку центральная улица в городе Щелково закрыта для транзитового транспорта, через наш поселок проходит весь большегрузовый транспорт в Соколовской промзоне. Это примерно от 800 до 1000 в сутки, только фур. Единственное, что я могу пообещать, то, что западный обход все-таки снимет проблему. Снимет, снимет проблему. Не пойдут они через Игоря. Поэтому надо немножко потерпеть. Проектирование уже произведено, финансирование начнется в следующем году. Немало вопросов касалось сферы ЖКХ, поэтому их решили рассмотреть отдельно в рамках форума «Управдом». Его подготовкой займутся общественники Щелковского района. Особенно понравилось то, что сегодня представитель правительства Московской области предложила вопрос управляющих компаний, взаимодействия с властью, провести второй областной форум НКО на базе общественной палаты Щелковского муниципального района. Озвучили на форуме и давний вопрос реставрации Гребневской усадьбы. Основная проблема здесь в том, что часть усадебного комплекса находится в областной собственности, а часть – в федеральной. Так согласовать ее восстановление непросто. Однако заместитель председателя правительства региона Эльвира Хаймурзина обещала взять вопрос на личный контроль и обсудить проект реставрации с Министерством культуры России. Самый короткий путь к спасению, как мне кажется, это разработать концепцию по созданию единого туристического комплекса, единого туристического кластера, который войдет потом в наше губерновское кольцо. Говорили на форуме и об особенностях функционирования предприятий малого и среднего бизнеса, о проблемах, с которыми предпринимателям приходится сталкиваться сегодня. Одной из самых обсуждаемых тем стала нехватка земли для предприятий сельскохозяйственного профиля. В прошлом году Государственная Дума приняла изменения в земельный кодекс. И там прописан трехлетний период, по итогам которого земли, не используемые по назначению, изымаются по суду. Кроме того, представители бизнес-сообщества высказали немало интересных инициатив, которые помогли бы развиваться начинающим предпринимателям. Например, создание в районе так называемых каворкингов – центров для совместной аренды помещений малыми организациями. Еще одна важная тема – невозможность выхода локальных предприятий на крупные рынки сбыта. Для этого необходимо наладить взаимодействие между производителями и представителями торговых сетей. Предложение от предпринимателей – это проведение встреч для организации столь необходимых связей. На мой взгляд, вообще стимулирование сбыта для промышленных предприятий сейчас даже важнее, чем меры господдержки. Потому что отсутствие сбыта лишает смысла самого производства. И не важно, какая у вас себестоимость и насколько вы ее снизите. Также рассмотрели на форуме проекты в сфере благоустройства, развития культуры, досуга и даже благосферы Щелковского района. Одни из основных инициаторов форума – представители общественной палаты Московской области – отметили высокую активность жителей и уровень подготовки мероприятия. В целом, я считаю, что все было очень продуктивно, очень мало было пустых разговоров. И мне показалось, что люди, в общем, живут в таким бодром ритме и активно участвуют в жизни гражданского общества. Я надеюсь, что и для Щелковского района сегодня в результате таких обсуждений мы сможем найти, уделить внимание каким-то проблемам, которые стоят в актуальной повестке, и найти для них какие-то, может быть, даже и нестандартные решения. Мне кажется, что такие форумы необходимо проводить. Это замечательная инициатива губернатора Московской области для того, чтобы наш регион действительно стал регионом-лидером, но и Щелковский район стал районом-лидером. Я уверен, что наша общественность сегодня здраво подошла к организации своих вопросов, организации проблем и, соответственно, преподнесла их соответствующим образом, когда мы понимаем, что надо работать дальше. Вот этот диалог жителей и представителей общественности, я думаю, что будет налажен именно благодаря этому форуму.